Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте, и сегодня мы поговорим о косметических средствах, которые мне очень нравятся или очень сильно интересуют, но для моего бюджета, для моего, как я это называю, болевого порога, они слишком дорогие, и мне пока слабо их купить. Все продукты, о которых я буду говорить сегодня, я в той или иной форме попробовала, обычно в формате пробников, отливантов или миниатюр, кроме последнего пункта, где я не пробовала вообще ничего из этой марки, но она меня просто очень сильно интересует. И, конечно же, мне было бы очень интересно послушать ваше мнение, если что-то из этого списка вы пробовали, то обязательно поделитесь впечатлениями в комментариях. Начать я хочу с продукта, который пленил мое сердце много-много лет назад. Как-то мне повезло, перепало мне несколько миниатюрок знаменитого крема Delamere, который никого в сети не оставляет равнодушным. С ним связано очень много споров, очень много разных мнений, очень много легенд. Я отношусь, в силу того, что я попробовала этот крем, и мне он понравился, на меня он произвел очень благоприятное впечатление, к категории его поклонников. Обычно блогеры, которые разбирают составы его, чрезвычайно ругают. Я себя не отношу к числу экспертов по составам и пробегаюсь обычно по списку ингредиентов только для того, чтобы какие-то основные позиции проверить и посмотреть. И мое впечатление об этом креме основано исключительно на том случае, когда я его впервые попробовала. Это как раз был тот год, когда я начала пользоваться ретинолом от LifeFlow. И поскольку я не знала, как правильно использовать этот ядреный и очень агрессивный ретинол, я несколько раз крупно обожглась в прямом и переносном смысле этого слова. Получила ретиноловый ожог, ретиноловый дерматит, и должна сказать, что крем Delamere в этих ситуациях на меня действовал очень хорошо. Я не могу сказать, что он там мою кожу прям спасал, но я прям чувствовала его восстанавливающее действие. Если вы вдруг не знаете, я на экране вставлю сейчас картинку, как выглядит банка этого знаменитого крема. Он продается в разных объемах от, по-моему, я не уверена, что 5-миллилитровые миниатюрки, которые у меня были, есть в продаже. Но, по-моему, от 15 миллилитров до чуть ли не литровой банки. И крем этот знаменит в первую очередь, конечно же, своей ценой. Это, кстати, не самый дорогой косметический продукт. Бывают и значительно дороже, в том числе и у Delamere конкретно есть продукты гораздо более дорогие. Но как бы для того, чем он является, а это базовый восстанавливающий питательный окклюзивный крем, все утверждают, что он космических денег стоит, неоправданно дорогой. Но, повторюсь, на мою кожу он произвел очень благоприятное впечатление. Он очень классно восстанавливал, питал кожу и создавал вот эту вот защитную пленочку, которую я очень люблю, которую я всегда ищу в ночных масках или в ночных кремах. Так, что когда умываешься с утра, то чувствуешь, что смываешь остатки того средства, которое нанес с вечера. Не всем такое нравится, не всем такое подходит, но моя кожа подобные продукты очень любит. И плюс у этого крема, как я уже сказала, потрясающие именно качества, восстанавливающие, регенерирующие. По крайней мере, на моей коже он сработал подобным образом. Несмотря на это, несмотря на то, что каждый год я добавляю его в свой там wishlist, в свой список, но я никогда не могу себя заставить спустить курок даже на скидках, потому что даже с 20-30% скидкой это все равно выше того, что я называю мой болевой порог. У меня есть внутреннее такое ощущение, наверное, но у каждого человека есть, не только по поводу косметики, но по поводу любой категории товаров, по крайней мере, в своей работе дизайнера интерьеров я с этим неоднократно сталкивалась, что для каждой категории товаров у человека есть какая-то в голове заложенная цена, сколько это должно стоить. Буквально доходило до того, что мне заказчик заявлял, что люстра не должна стоить больше, чем 300 евро, и тут же поднимал трубку и договаривался о покупке машины за 150 тысяч евро. И я, конечно, понимаю, что люстра это не машина, но и цифры совершенно несопоставимые. Я это рассказываю к тому, что этот порог, это представление о том, сколько должны стоить вещи, оно далеко не всегда зависит от реальной ценности вещей, далеко не всегда оно рационально и оправданно. Зачастую это просто наши какие-то стереотипы. И вот у меня моя планка, мой болевой порог в смысле косметики – это 100 евро. Если какой-то продукт стоит дороже 100 евро, мне очень-очень тяжело себя уговорить, убедить на то, чтобы его приобрести. Мне кажется, я только один раз так осознанно, прям вот сильно перешагнула через порог в 100 евро. Это когда я покупала первую палетку Pet Magrat, Subliminal. Тогда еще не было опции подождаться скидок, потому что в тот период у Pet Magrat только вообще появилась ее линейка косметики. И была платная доставка, была растаможка, и в обозримом будущем не предвиделось никаких скидок, но уже даже вторую и третью свою палетку я покупала на Черную Пятницу или на какие-то большие скидки, когда стоимость падала ниже 100 евро с бесплатной доставкой и без растаможки. Так что мне кажется, что это у меня единственный продукт в моей вообще всей косметике, косметике всей коллекции, как уходовой, так и декоративной, который стоил дороже 100 евро. И, конечно, по этой причине мне очень тяжело себя заставить купить банку крема De La Mer, несмотря на то, что мои воспоминания говорят мне, что моя кожа была от этого продукта в восторге. Для меня это определенно зимний продукт и скорее вот такой сос-средство, восстановления какое-то после того, как кожа очень сильно обветрилась. Я, допустим, на морозе там погуляла и на ветру, или вот после ретинола, или после какого-то пилинга, который я не делаю, после лазера, допустим. Но я думаю, что однажды я все-таки решусь, все-таки спущу, как говорится, курок и прикуплю себе этот крем, чтобы использовать в зимний сезон. Второй продукт в моем списке тоже, как ни странно, от марки La Mer. Это их достаточно знаменитый, достаточно культовый тональный крем. Я его попробовала в Atlevante, мне дали его в магазине, в самом, по-моему, светлом втором оттенке, если я не ошибаюсь. Он мне очень понравился. Единственный, на мой взгляд, его недостаток, ну, не считая, конечно же, цены, это его достаточно такая интенсивная отдушка. Я бы не сказала, что она неприятная, но я бы без нее, честно говоря, обошлась. И я все время колеблюсь, колебусь, короче, все время рассматриваю его к покупке, но дело в том, что по тому, как он выглядит на лице, по тому, как он смотрится, по тому, как он носится, он мне очень напоминает мой любимый биби-крем Миша Чобуян. Он у меня сейчас спрятан в ящике, но я вставлю на экране фотографию, как он смотрится. Я неоднократно у себя на канале признавалась ему в любви, знаю, что многих своих подписчиц, так сказать, подсадила на него. И вот должна сказать, что по оттенку и по финишу и по стойкости тональный от Ламер очень сильно мне напоминает вот этот биби-крем от Миша. И, наверное, в этом основная причина, почему я не могу решиться и его себе купить, потому что я, ну, в принципе, того же самого эффекта могу добиться с другим гораздо более бюджетным средством. У Миша Чобуян, кстати, тоже есть отдушка, и многие на нее жалуются. Я тоже не скажу, что она дико приятная. У тонального Ламера отдушка скорее такая парфюмированная, он пахнет чем-то вроде духов. А Миша, на мой взгляд, имеет просто технический какой-то запах, и я знаю, что многим этот запах неприятен. Но, если честно, я так давно им пользуюсь. У меня сначала было много-много пробников его, и на данный момент уже вторая банка полноразмер, а в Миша, по-моему, 45 мл, если я не ошибаюсь, объем, то есть больше даже, чем 30 мл, его очень надолго хватает. И за эти годы, что я им пользуюсь, я перестала абсолютно ощущать этот запах. Я только вот если специально поднесу, нанесу на руку и поднесу к носу, чтобы понюхать, я тогда могу его заметить вообще. А так просто в использовании я его не ощущаю. Ну, сложно себя убедить купить что-то дорогое, для чего у тебя есть уже в коллекции бюджетный аналог, но, возможно, однажды все-таки я приму решение себя побаловать тональным кремом от La Mer. Кстати, говоря о запахах, я как раз перед тем, как снимать это видео, для вдохновения надушилась пробником парфюма Forbidden Games от марки By Killian и сижу просто балдею. Как мне нравится этот аромат. Однажды, еще когда в Латвии не продавалась марка By Killian, мы с мужем, мне кажется, в Москве или где-то в аэропорту в каком-то зашли понюхать, послушать, как это сейчас модно говорить, парфюмы By Killian, потому что очень красивый стенд, очень красивые упаковки. И я просто влюбилась в этот аромат. Было еще несколько, которые, к сожалению, не все запомнила, которые мне понравились, но вот этот Forbidden Games меня просто пленил. И вот я сейчас сижу и просто балдею. Я бы очень-очень-очень хотела этот парфюм себе в коллекцию, при том, что, если вы меня давно смотрите, вы знаете, я парфюмерный консерватор, у меня на данный момент два парфюма. Было три, один у меня закончился благополучно. И я пользуюсь этими двумя парфюмами постоянно. Одним в летний период, а вторым в зимний период. Имею такой свой, так сказать, signature scent, свой такой фирменный аромат. Фирменный аромат у человека. Это как-то звучит не очень правильно, но я не знаю, как это по-другому по-русски сказать. И несмотря на такой вот парфюмерный консерватизм, я бы очень хотела парфюм от By Killian добавить к себе в коллекцию. К сожалению, стоимость совершенно вне моей, опять же, болевой, вне моего болевого порога. Я с парфюмами, в принципе, наверное, точно так же, как и с другой косметикой. Я могу купить парфюм за 100 евро. Наверное, ну, может быть, чуть-чуть выше мой болевой порог, до 150 евро я могла бы приобрести парфюм. Но By Killian, по-моему, стоит в зависимости, они по-разному, разные композиции по-разному стоят. По-моему, начиная от 250 евро. И вот этот вот Forbidden Games, мне кажется, 310 стоил или что-то такое. Ну, нет, 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 я не могу, я не могу. Пока я столько не зарабатываю. Надо просто больше зарабатывать, я считаю. Но пока я столько не зарабатываю, по крайней мере, моя душа мне не позволяет приобрести настолько дорогие духи. Хотя парфюм – это, конечно, немножко в большей степени инвестиция, чем декоративная косметика или уход. Потому что уходом ты, конечно, пользуешься каждый день, но он через 6 месяцев или через год после вскрытия как бы уже непригоден к тому, чтобы использовать. То есть его надо использовать, закончить и всё. Декоративная косметика немножко дольше служит, но тоже как бы ты её должен допользовать или её тебе придётся выкинуть. С парфюмами немножко не так. Он может 10 лет парфюм стоять и пользоваться им по настроению. Поэтому будет очень даже приятно. Но всё равно пока что я не могу себе позволить, не в смысле того, что у меня нет 310 евро, а в смысле, что я не могу себе морально позволить потратить такую сумму денег на парфюм. Четвёртый продукт – это крем для кожи вокруг глаз от марки Амровица из золотой серии. Тоже мне повезло. Мне дали в магазине от Левант. Ещё тогда, опять же, не было этой марки в Латвии. Я была с подругой в Вильнюсе, и там в одной из сети магазинов была представлена эта марка. И мне продавщица, я уж не знаю, как она так расщедрилась, но дала от Левант в небольшую баночку. Вот поэтому, девчата, вам лайфхак. Всегда носите с собой маленькую баночку а-ля пробник, чтобы можно было попросить от Левант, и вполне возможно, вам его даже дадут. Именно так я получила от Левант тонального от Ламер, и именно так я получила от Левант крема для кожи вокруг глаз Амровица. 15 мл этого крема стоит на Кульбьюти 145 фунтов. И это, очевидно, сильно выше моего болевого порога. Я вот сейчас приняла решение себе подарить за то, что я успешно закончила декабрь, подарить себе хороший, я не знаю, хороший он или не хороший, но дорогой крем для кожи вокруг глаз от SkinCeuticals. И он, получается, со скидкой, ну, с небольшой скидкой, которую дает Look Fantastic, где-то 90 евро стоит. И даже на эту сумму я, хотя это ниже 100 евро, но я все-таки, ну, как бы мне сложно решиться. Я все жду, что, может быть, какая-то будет побольше скидка, может быть, какой-то купон будет, какая-то акция. Все никак не могу принять решение, хотя я, в общем-то, уже решила, что я его буду покупать. Но я все жду, что, может быть, я смогу хотя бы не за 90, а за 80 евро его купить. Но за 145 фунтов это вообще совершеннейший космос. При этом крем мне безумно понравился. У него очень классная такая сливочная текстура. Вроде бы и легкая, и быстро впитывается, но при этом кожа дико увлажненная и дико напитанная. На самом деле он похож немножко по текстуре на Бобор ХСР лифтинг, который мне тоже очень нравится. Но все-таки мне как-то показалось, что эффект был больше от Амровица, чем от Бобор. Хотя я помню, что когда я первый раз попробовала Бобор ХСР лифтинг, у меня было такое же ощущение, что вау, как он круто напитал и увлажнил кожу, что прям морщинки даже под глазами разгладились. Вот когда я пользовалась этим отливантом крема Амровица, у меня было такое же ощущение. Может быть, просто моя кожа немножко привыкла к Бобору или я уже привыкла к этому эффекту, но как бы там ни было. Опять же, когда буду больше зарабатывать, определенно приобрету себе этот крем, но пока не могу. Следующий продукт в моем списке – это кисть для лица, точнее кисть для румян от марки Sony G. Я в прошлом году как раз тоже за успешно проведенный декабрь подарила себе вот этот вот скайсет от Sony G. Это набор кистей для макияжа глаз. И тогда же обратила внимание на кисть в ее ассортименте, которая называется кисть для румян. Но я не уверена, кстати, что я бы ее использовала с румянами, возможно, просто с пудрой, потому что я все больше и больше перехожу на кремовые продукты. И на самом деле в этом, наверное, и есть причина, почему я не могу решиться купить эту кисть. Потому что она, на самом деле, конечно же, дешевле, чем целый набор из пяти кистей. И нет такого, что для меня это какая-то космическая сумма. Она, по-моему, дешевле 100 евро стоит. Сейчас я посмотрю. Да, слушайте, она всего-то 48 долларов стоит. Но, конечно, к этому надо приплюсовать растаможку. Ну, доставка к нам с бьюти-лиша от 50 долларов бесплатна. Уж я что-нибудь на 2 бакса бы там нашла. Но 21% еще растаможки к этому надо добавить. Но в любом случае цена дорогая, но не космическая. Ниже, как я уже много раз повторяла в этом видео, моего болевого порога. Но дело просто в том, что моя кожа становится с каждым годом все суше. Я все реже пользуюсь пудровыми продуктами для лица. Сейчас вот, в частности, у меня в Project Penny пудровые румяна от H&M. Уже в таком довольно-таки поюзанном состоянии. И я понимаю, что, скорее всего, я не буду им покупать никакую замену, когда они у меня закончатся, именно в пудровой формуле. Потому что, на самом деле, мне приходится себя зачастую даже заставлять, чтобы воспользоваться пудровыми румянами. Я это делаю только летом. Цвет этот совершенно не летний, как вы понимаете, скорее зимний. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, у меня к такому оттенку тянется рука зимой. Поэтому никакого резона покупать новые пудровые румяна я не вижу. А наносить кремовые румяна кистью из натурального ворса я что-то не очень большая фанатка. Я знаю, что многие визажисты это практикуют и вроде как даже считают нормальным. Но мне некомфортно, честно говоря, кисть, воспользовавшись кремовым продуктом, ставить назад просто как бы... Либо ее надо тут же мыть или очищать, а это, насколько я понимаю, вредит кистям из натурального ворса. Либо она должна стоять грязная, а это мне просто некомфортно. И, соответственно, эта кисть, я понимаю, что если я ее куплю, то я ее буду использовать только с пудровыми продуктами, которых у меня в косметичке становится все меньше и меньше. И вполне возможно, что она будет просто лежать без дела. Тем более, что у меня на самом деле достаточно кистей для лица. У меня, в принципе, вообще достаточно кистей и для глаз, и для лица. Но для глаз я все-таки каждый день, постоянно, при каждом макияже пользуюсь этими кистями. А кисти для лица у меня зачастую стоят вообще просто без дела. И пользуюсь я ими, не знаю, там раз в месяц, допустим. Ну, сейчас из-за Project Pen, в котором у меня только пудровые продукты для лица, я почаще все-таки применяю кисточки свои. Но по-хорошему я вот смотрю, они у меня такие грустненькие, несчастненькие, стоят все в кешиных волосах. Единственное, что, конечно, каждый раз, когда я крашусь, я использую кисть для пудры, потому что на камеру я стараюсь припудрить центр лба, центр лица, и особенно вот этот вот центр лба, чтобы слишком сильно не блестеть, чего в повседневной жизни я не делаю. Но кисть для пудры, да, у меня не простаивает. А все остальные такие, я говорю, грустненькие и заброшенные. Возможно, я эту кисть приобрету, опять же, когда будет какая-нибудь акция. Скидок на Sony G не бывает, на Beauty Lisha, но у них раз в год бывает этот gift card event, когда за каждые, по-моему, 100 долларов, потраченные на сайте, ты получаешь подарочную карту на 25 долларов на следующую покупку. Ну, то есть типа 25% скидки. И, возможно, в следующем году это незадолго до Черной пятницы, по-моему, за месяц где-то до Черной пятницы происходит. Возможно, уже не в следующем, а в этом году я приобрету эту кисть и что-то еще на вот этот вот gift card event, то есть чтобы хотя бы 25% от ее стоимости сэкономить. И буду использовать тоже вот для центра лба. Но не знаю, не знаю. Вот это вот Make Up For Ever мне более чем устраивает, она супер мягкая, супер приятная. И, на самом деле, рациональных причин покупать Sony G нет, только эмоциональные, только то, что мне ее очень хочется почему-то. Следующий продукт, который тоже чисто из эмоциональных, а не из рациональных соображений я бы хотела, это скраб от Tata Harper. На самом деле он не очень сильно скрабирующий, в нем маленькое очень количество скрабирующих частиц, они очень гладкие, скорее массируют кожу, чем что-то там скрабируют, но он потрясающе, потрясающе совершенно пахнет. По крайней мере, на мой нос, на мой вкус, на мой нюх. По-моему, полтора года назад мне на обзор пришел наборчик миниатюр марки Tata Harper. Это американская органическая марка с большим количеством эфирных масел, из-за этого не особо подходит, на самом деле, чувствительной коже. И ничего меня не впечатлило в этой супердорогой, очень ароматной, не всегда на благо косметики, кроме вот этого одного продукта. И он меня, на самом деле, не впечатлил своими косметическими качествами. Как я уже сказала, как скраб он совершенно никакой. Я его использовала просто как такую спа-маску, в первую очередь ради аромата. Небольшой косметический эффект от него был, кожа чуть-чуть более мягкая, чуть-чуть более увлажненная становилась, но ничего абсолютно достойного упоминания. Целую кучу я могу масок назвать, которые более эффективны, чем этот скраб. Но запах совершенно потрясающий. Я с огромным удовольствием, когда мне хотелось просто вот покайфовать, ничего особо не делать для своей кожи, а просто вот расслабиться и покайфовать от запаха. С огромным удовольствием вымазала эту миниатюрку. И посмотрев на цену этого товара, поняла, что мне слабо. Я не готова за нулевой практически косметический эффект, и только приятный запах платить такие деньги. Возможно, когда-нибудь я стану больше зарабатывать, стану богатой и буду покупать себе вот такой вот продукт, просто побаловаться, просто ради удовольствия использовать, не ставя перед ним никакие задачи. То есть нефункциональный абсолютно для меня косметический продукт. И на самом деле в большинстве случаев я не люблю на такие вещи тратить время даже. Не только деньги, но и время. То есть то время, когда я могла бы намазаться чем-то эффективным, тратить на то, чтобы наносить маску, которая ничего не делает. Но в данном случае я готова ей простить ничего не делания за потрясающий-потрясающий косметический кайф. Такие штуки очень классно получать в подарок, но покупать за свои кровно заработанные я пока что не готова. По крайней мере, из того финансового положения, в котором я сейчас нахожусь. И последний пункт, о котором я хочу поговорить, это на самом деле не какой-то продукт, а целый бренд, из которого я ничего абсолютно не пробовала, но очень многому ничего хочется. Это бренд Шанты Кай. И, естественно, я говорила в «Купить или не купить» об их потрясающем хайлайтере с жемчужной упаковкой, который пленил мое сердце. И я не столько ради самого хайлайтера, сколько ради этой упаковки хотела бы его купить, но 110 фунтов или 110 евро или 110 долларов. Короче, больше 100 евро он стоит. Мне слабо, однозначно. Также в последнем «Купить или не купить» я рассказывала про их новую четверку теней, холодную, которая еще, по-моему, не вышла, с жирафиком на упаковке. Упаковки у Шанты Кай всегда потрясающе красивые, но вот если в случае с хайлайтером меня пленила в большей степени упаковка, хотя и сам хайлайтер красивый, то в случае с этой палеткой меня пленила именно цветовая схема. Я сейчас как-то... Пунктик у меня на холодные миниатюрные палетки, холодные четверки, и вот эта вот палеточка новая попала в самое сердечко. Также я у нескольких блогеров, кому доверяю, видела отзывы на их тональное средство. Тональный флюид, мне кажется, он называется. Короче, такой в банке. Меня очень смущает формат его выпуска, что это, я так понимаю, довольно легкое тональное средство с легкой текстурой, но при этом в банке, которая просто откручивается ни в помпе, ни в тюбике, меня немножко это смущает. Я не уверена, насколько это гигиенично, особенно с учетом того, что это не так, как уход. То есть крем я, допустим, вымазываю за два месяца, за три месяца, за четыре месяца, а тональные средства у меня иногда два года служат, и больше даже. И я не уверена, насколько это гигиенично. Но такие оды ему поют, такие отзывы потрясающие на него, что он и увлажняющий, и ухаживающий, и легкое покрытие, сливается с кожей, потрясающий, и оттенок вроде бы там есть даже для меня подходящий, холодный, такой розоватый. В общем, не знаю. Если вы пробовали это тональное средство, обязательно напишите в комментариях. И вообще, если вы что-то пробовали от Шанты Кай, обязательно пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать ваши сообщения и узнать ваши впечатления от продукции этой марки. Если вам было интересно, чем я накрашена на глазах, у меня палетка Lime Crime Greatest Hits Classics, а на губах корейская помада АММЕ из моего Project Pen. Большое спасибо вам за просмотр. Если видео понравилось и оказалось интересным, не забудьте поставить ему лайк. А если сейчас еще что-то хотите интересненькое посмотреть, то на экране будут две всплывающие подсказки на другие интересные ролики. А мы с вами совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.